Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал Алмазная Мозаика в США. И в этом видео я хотела бы поделиться с вами своими проектами по алмазной мозаике и не только, которые я закончила в 2022 году. Я покажу и дам каждую характеристику каждой из работ, но если вам нужна более детальная информация и ссылка на продавца, то вы сможете это найти в моем плейлисте «Готовые работы», где находятся видео обзоры на каждую картину. Ну и мы с вами начнем с зимних картин. Первая картина называется «Морозное утром» от компании Diamond Dots. Размер 45 на 30 сантиметров. Купила я на официальном сайте Diamond Dots эту картину. Это полная выкладка квадратными стразами. Я в принципе в этом наборе ничего такого не меняла, только на солнышке я использовала Эйби стразы, а все остальные стразики остались оригинальными, которые пришли в наборе. Здесь в принципе нечего было и менять. В общем, мне очень нравится, как получилось. Мне кажется, довольно-таки детально и очень хороший блеск. От страз идет все было идеально. И несмотря на то, что размер довольно-таки маленький, 45 на 30 сантиметров, детализация в этой картине довольно-таки хорошая. В общем, я довольна этой картиной. Единственное, что размер нестандартный. Я никак не могу рамку найти. Следующий мой проект называется «Черное и белое» от Diamond Art Club. Это американская компания, очень известная здесь. Она также доставляет международную и в Украину, и в Россию, и в Беларусь и так далее. Насчет России не знаю сейчас, но в Украину точно доставляют. Если вы на 75 долларов купите что-то, то доставка будет бесплатна. Этот набор в размере 30 на 40 сантиметров, полная выкладка, круглыми стразами. Стразы шикарные. Единственное, что я все равно добавила белые эйби-стразы и голубые эйби-стразы. Больше я ничего не меняла. Тоже очень реалистично получилась картина. Лошадь как настоящая. Посмотрите, вот шерсть, да, вот настолько здорово проработаны цвета на самой лошади. Она настолько натуральная получилась, что вот эта вот шерсть, ее кажется, как будто бы натуральная. Так и хочется ее погладить, и когда на нее смотришь, прям, я не знаю, я, по крайней мере, я смотрю на нее, и я уже по взгляду ощущаю вот мягкость ее. Не знаю, что это шерсть у нее, у лошадей волосы. Вот. В общем, тоже я очень довольна результатом получилась. Также детально, хотя маленькая картина. И я уже оформила и отдала эту картину в подарок своему коллеге. Ему очень понравилось. Следующая картина от компании ArtMinds. Купила я здесь, в физическом рукодельном магазине Michaels. Полная выкладка круглыми стразами, 40 на 50 сантиметров. Называется Красный амбар. Я в этом наборе много чего меняла, потому что эти наборы от ArtMinds, они очень дешевые. Они всего 15 долларов стоят. И то я на сейле их покупала за 10 долларов или за 7 долларов. Но они приходят только с пластиковыми, с малинными стразами. И, как вы видите, я добавила белые AB стразы. Заменила белый цвет на AB. И также я добавила желтые кристальные стразы. Стеклянные кристальные, мерцающие на окно. Вот на первом этаже, чтобы показать иллюзию света, исходящего из него. Также я его оформила. И он у меня висит дома. Мне тоже очень нравится, как детально получилась эта картина. Насколько она проработана. Следующая картина также от этого же производителя. ArtMinds или MakeMarket. Они поменяли название в этом году. 40 на 50 сантиметров. Полная выкладка круглыми стразами. Называется Свечи. А в этом наборе я также поменяла кое-что. Как вы знаете, эти наборы приходят только с пластиковыми стразами. Но я добавила, как вы видите, на огонь в свечах кристальные стразы. Стеклянные, мерцающие. Я их кристальными буду называть, потому что так они по-английски называются. Кристальные стразы. Чтобы передать натуральность огня. И я также использовала белые эйби стразы на узор на свечках. Вы его сейчас увидите. Он там внизу. Белый орнамент. И мне очень нравится, как получилось. И благодаря вот этим кристальным стразам вот этот огонь на свечках действительно выглядит очень натуральным. И камера не передает этого. Но в реальной жизни такое ощущение, что это действительно настоящий огонь светится. Вот. Тоже дала как подарок своей региональной менеджерой бывшей. А это называется имбирный домик от Diamond Dots. В таком витражном стиле. 28 на 36 сантиметров. Я очень много поменяла в этом домике. Я вообще очень долго не хотела его покупать. Потому что я верю в то, что вот этот витражный стиль должен выкладываться только стеклянными стразами. Да, мерцающими. Но я увидела его потом, этот набор, сделанный стеклянными стразами. И он мне вообще не понравился. Там вообще никакой резолюции не было. Поэтому я купила вот этот. Он шел исключительно с малинами стразами. Может быть там какие-то AB был. Может белый AB был. Я не помню. Но я, как вы видите, очень много сделала модификаций. Я добавила вот эти кристальные стразы на окна, на фонарик, на орнаменты, вот на домики. На солнце я также добавила мерцающие стразы. И мне очень понравилось, как получилось. Потому что вот эти вот пластиковые стразы с малинами все-таки дают хорошую резолюцию и детальность. При этом мерцающие стразы добавляют вот какую-то натуральность в виде того, что... Ну, в виде стекла, да. То есть видно, что как бы окно выложено как будто бы действительно стеклом. И вот эти вот орнаменты так же как будто бы стеклянные шарики. В общем, мне очень нравится. И камера не передает блеск. Блеск намного больше, чем то, что вы увидите сейчас на экране. Следующая красота, и это от американского производителя Craftably. Я, честно говоря, практически ничего здесь не изменяла, потому что эта компания сделала всю работу за меня. Этот набор уже пришел с разными видами страз. И с пластиковыми, и с мерцающими, и с Эйби стразами. Набор 47 на 62 сантиметра. 30 долларов он стоил. И вот я очень довольна результатом. Детальность потрясающая. Единственное, что я заменила, это на подарки несколько стеклянных, ну да, кристальных стразиков добавила. Вот. И еще я вот на бляшку, где-то мороженце, да, на этом, на ремне и на пуговичек я заменила пластиковые, ну, смеленные стразы на вот такие, вы знаете, металлические золотые стразы. Мне показалось, что так будет лучше. А все остальное осталось то, как пришло оригинально в наборе. Вот. Так что я его оформила и также отдала как подарок своим коллегам. Очень красиво. Я довольна. Следующий у меня наборчик называется «Уличный трамвайчик» от Diamond Dots. Это полная выкладка круглыми стразами, размер 40 на 50 сантиметров. Я сделала некоторые изменения в этом наборе. Во-первых, я не помню, шел ли этот набор с белыми A-B или нет, но я точно использовала белые A-B стразы. Я также добавила кристальные и кристальные стразы, как вы видите, как бы внутри этого трамвая типа света, вот, чтобы опять показать иллюзию света, исходящего из него. И также вот вы видите на украшениях новогодних, да, на елочных украшениях я вставила также какие-то кристальные акценты. Вот, так что получилось, что получилось. Мне, в принципе, нравится. Также я этот набор оформила и отдала своему коллеге на, как бы, Рождество, в подарок на Рождество. Вот, так что такая красота получилась. Мне очень нравятся окна. Цвет в окнах, цвет, вот, цвета, который используюсь в окнах, очень реалистично выглядит. Вот такой вот трамвайчик. Следующая картина, также от Diamond Dots, называется «Прибрежный патруль». Если я правильно перевожу, 35 на 40 сантиметров. А, нет, вообще-то нет, это 52 на 32 сантиметра. На официальном веб-сайте Diamond Dots я купила его. Там была распродажа, раз в год, надеем благодарение. Полная выкладка квадратными стразами, но, как вы видите, я добавила кристальные стразы на этот. Фонарь тоже, чтобы, как бы, показать иллюзию света, исходящего из него. И все, больше я ничего не меняла, и все остальное осталось. То, как пришло изначально в наборе. И, в принципе, мне нравится, как получилось. Единственное, что у меня опять проблема, так как размеры, вот, 52 на 33 даже сантиметра, нестандартный. Мне очень трудно подобрать рамку. Рамки здесь в Соединенных Штатах очень дорогие, вот, особенно для нестандартных размеров. Стандартные размеры где-то 50 на 40 сантиметров. У меня вообще без проблем нет их покупать. Они дешевые, а вот нестандартные размеры трудновато. Поэтому жду, вот, когда у меня будет возможность купить рамку и оформить. У меня много наборов, которые не оформлены именно из-за нестандартного размера. Следующий у меня набор как раз из Алиэкспресса называется «Весенний олень». Вот у меня пошли уже весенние картины, зимние закончились. 35 на 40 сантиметров. Полная выкладка круглыми и специальными стразами. Вообще, этот набор пришел с 29 цветами. Два было эйби цвета, два специальные стразы. Но я очень много также изменений сделала. Я добавила какие-то еще кристальные стразы. Там ему врага на цветы. И если вы заметили, я весь фон поменяла. Фон выкладывался исключительно пластиковыми, с малинами стразами. Но, как вы видите, на оригинальной сейчас картине фон сделан эйби стразный. Потому что я изменила. Я добавила вместо пластиковых страз белые и бежевые эйби стразы. Побольше блеска, чтобы было. И у меня, в принципе, нравится, как получилось. Довольно-таки оригинально. Также я этот набор отдала в подарок учительнице своей дотери в конце прошлого года. Вот. Ей вроде бы понравилось, но кто знает. Вот такой вот олень. Следующий набор называется «Коблстонский мост». Серия картин Томаса и Кинкейда. У меня будет несколько еще. От «Даймонда». Скупила его еще в прошлом году в физическом магазине на распродаже. 40 на 50 сантиметров. Полная выкладка круглыми стразами. Единственное, что я поменяла в этом наборе, это вот, как вы видите, в окнах опять-таки я крестальные стразы добавила. Эти наборы почему-то у Томаса и Кинкейда, да, они идут все только с пластиковыми стразами. И все. Ни эйби нету, ни креста. Вообще ничего нету. Только вот смоляные пластиковые стразы. Вот. В принципе, мне сначала не очень понравилось, потому что мне показалось довольно-таки пиксельным. Но когда я оформила эту картину, в принципе, выглядит очень даже неплохо. И я у украинского производителя, между прочим, видела точно такой же набор, вот, точь-точь, только зимний. Вот, зимой. Так что, может быть, куплю. Когда там война кончится. Вот. О, куплю. А закажу себе. Вот. Вот он так выглядит оформленный. Довольно-таки детальный, мне кажется, получился. Хотя размер маленький, 40 на 50 сантиметров, а очень много объектов. И мне нравится, как свет из окон идёт, да, вот, благодаря кристальным стразам. Следующий набор называется «Вечернее путешествие» от Leisure Arts. Тоже это, как бы, под Diamond Dots, да, компании. В общем, она довольно-таки маленькая, 40 на 40 сантиметров, полная выкладка круглыми стразами. Но я, как вы видите, добавила белые эйби-стразы, я добавила неоновые стразы, я добавила кристальные стразы. Вот, особенно на фонарик. Так что, чтобы показать, как бы, иллюзию света. И опять мне нравится, как получилось. Вообще, финальный результат мне впечатлил. Особенно то, сочетание цветов и то, как получились облака. Они настолько реалистичные, получились настолько красивые. Вот, также эта работа уже оформлена, и она была отдана в качестве подарка. Вот такая вот красота. Купила я его по магазине Marie Maxime. Это, как бы, физический рукодельный магазин, хотя я, как бы, онлайн купила, заказала с веб-сайта. Тоже он на распродаже был, я ж не помню, сколько он стоил. Ну, вот, облака, конечно, просто шикарно. Настолько разработка, да, потрясная художниками. Вот, просто потрясающе получилось. Очень довольна этим наборчиком. Ну, а это то, как он выглядит оформленным. Следующий набор называется Polygros от Diamond Dots. Купила я его даже вот на распродаже. Я там штук 6, наверное, наборов купила в том году, в 2021, на распродаже. Это был один из них. 40 на 50 сантиметров. Полная выкладка квадратными стразами. Купила вот на официальном сайте Diamond Dots. Вообще 95% этого набора я не трогала, ничего не изменяла. Кроме одного я на платье девушки добавила серые и розовые эйби стразы. И все. Потому что я не вижу, где вообще еще что-то можно здесь заменить на эйби или даже на кристальные стразы. Вот я даже потому еще и пожалела, что я заменила вот эти два цвета. Желтый и серый. Надо было оставить то, как он есть. Наверное, может быть, это одна из причин, почему я не люблю выкладывать животных и людей. Потому что я даже не представляю, что там можно поменять. Вот вы как раз видите розовые и серые стразики. Ну, как ты сказала, я не люблю выкладывать животных и людей. И эта картина их скомбинировала и то, и то. Ну, не знаю, вот чем-то мне она привлекла, эта картина. Мне она понравилась. Я ее купила. И я ее подарю своей коллеге. Потому что она мне... Вот эта девушка напоминает мне мою коллегу. Вот. И тоже у нее темные волосы. И я ей подарю. Надеюсь, ей понравится. Тоже легко было подобрать рамку. Потому что размер мой любимый стандартный 40 на 50 сантиметров. Вот так вот получилась она. Следующая картина у нас серия Томаса Кинкеда. Розовый сад называется. От Diamond Dots. Полная выкладка круглыми стразами. Купила я в физическом магазине Juanne. Рукодельный у нас 14 или 16 долларов. Не помню. В общем, он дешевый был на сейле. Поэтому я его купила в прошлом году. Полная выкладка круглыми стразами. 40 на 50 сантиметров. Опять-таки, он пришел только с пластиками слэш. С валенными стразами, да. Но, как вы видите, я сделала очень много замен в этом наборе. Я и серый Эйби добавила, и голубый Эйби добавила. Розовые, кристальные стразы. И сиреневые, неоновые стразы. В общем, я очень много сделала замен. Здесь, ну, вы сами видите, мне, в принципе, понравилось, как получилось. Набор очень сильно блестит. Вы сейчас особенно это увидите, когда он будет оформлен в сиреневом. Я очень много добавила и Эйби страз, и неоновых страз. В общем, я в восторге от того, как получилось. И также я оформила эту картину. Благо, размер стандартный, 40 на 50 сантиметров. И отдала его в виде подарка. Вернее, моя подружка пришла ко мне, увидела. И вы, Наташа, пожалуйста, отдай мне этот набор. Мне он очень понравился. Ну, в общем, я ему, ей, вернее, его и отдала. Вот. Так, мне, в принципе, нравится. Красиво получилось. Ну, а это то, как он выглядит оформленным. Тоже обычная простая такая рамочка, 40 на 50 сантиметров. Которую довольно-таки легко купить. Вот такая вот красота. На цветы пошли. Следующая картина у нас также цветы. Называется «Винтажные розы» от, угадайте, какой компании, естественно, «Даймонд Датс». Также я купила ее, эту картину, в Джуэн, рукозельный магазин. Кловная выкладка квадратными стразами, 43 на 31 сантиметров. В 18 цветов я добавила белые и розовые стразы. Ну, розовые эйби стразы я точно добавила. Насчет белых я не помню. Может быть, это набор, что лучше, с белыми эйби. Но розовые я точно добавила. Также мне понравилось, как получилось. На превью цвета были очень тусклыми. Но так как он был на распродаже, я его купила. И когда выложила, мне он очень понравился. Потому что цвета были ярче, чем на превью, но при этом очень натуральные. И не яркие. Тоже в восторге от выкладки. Но нестандартный размер не оформила. Теперь у нас осенние картины пошли. И это от компании «Даймонд Датс». Называется «Деревенский мост», 50 на 50 сантиметров. Полная выкладка круглыми стразами. Купила я его в Волмарте. Я не знаю, почему этот набор очень дорогой. Он вообще на распродаже нигде не идет. В Волмарте был самый дешевый. Долларов за 30, что я его купила. По-моему, он шел с голубыми и желтыми стразами. Эйби стразами. И я даже, по-моему, может быть, я белые добавила. Я не помню. В общем, я там особо ничего не меняла. Но, в принципе, мне опять понравилось, как получилось. Вот финальный результат. Походу, эта оригинальная картина была написана маслом. Поэтому она такая немножечко пиксельная кажется. Вот такой, как бы мазками, да, размытая. Но, в принципе, мне нравится, как получилось. Но опять размер нестандартный. И я ее не оформила. Следующая картина у нас опять осенняя. От компании, российской компании. Wizards или Grani. Они как-то там друг к другу related, так сказать. Относится как-то друг к другу. В общем, у меня очень смешанное филинг. У меня очень смешанное чувство насчет этой компании. Это полная выкладка и квадратными стразами 40 на 50 сантиметров. В общем, с одной стороны, мне очень понравилось то, что здесь нету пробелов между страз и сами стразы очень хорошего качества. С другой стороны, липкий слой – это двусторонний скотч. Очень сильный, настолько сильный, что невозможно сдвинуть стразину. Далее, сама канва очень такого дешевого качества, как бы стандартный алиэкспрессовский, не тканевая основа, хотя набор дорогой. 40 долларов на скидки был. Вот. И при этом у меня рандомно отваливались стразы оттуда. Я не знаю, почему, хотя, опять-таки, липкий слой очень сильный. И сначала я сама себя винила, думала, может быть, я что-то неправильно делаю. А потом я посмотрела видео еще одной девочки, которая тоже Грани делала, Визарди, она делала набор. И у нее та же самая ситуация. Она, ну, как бы, жаловалась на липкий слой и то, что у нее рандомно отваливаются стразы. То есть это не я, это не она. Это что-то не так с этой компанией. Им надо обязательно перейти на наливной клей. Вот. Тогда они выиграют очень много покупателей себе. Следующая картина. Это у нас от Diamond Art Club. Называется «Пространство для размышлений». Купила я его в физическом магазине, в хобби-лобби. 70 на 54 сантиметра. Полная выкладка круглыми стразами. По-моему, он шел с какими-то Эйби стразами. Ну, как вы видите, я добавила кристальные стразы в окна, чтобы опять показать иллюзию света, исходящего из него. В принципе, мне нравится, как получился. Мне нравится Diamond Art Club. Но, к сожалению, опять работа нестандартного размера. Опять у меня проблема с покупкой рамочки. В общем, как только я ее куплю, обязательно вам покажу, как я ее оформила. Вот такая красота получилась. Следующая работа называется «Ураган», наверное. Быстро. От Diamond Dots. Купила также на распродаже в 2021 году. Полная выкладка квадратными стразами. 52 на 32 сантиметра. Нестандартный. Поэтому, к сожалению, не оформлено. Ну, и я добавила кристальные стразы на окна. Окно, если вы видите, чтобы опять показать иллюзию света, исходящего из него. В общем, мне нравится финальный результат. Хоть он такой страшный. Я как раз ее выкладывала, когда война в Украине шла. Но, к сожалению, до сих пор идет. И вот у меня без слез не могу говорить. Как-то ассоциируется с войной эта картина. Надеюсь, что все будет хорошо. Стразы красивые. Они очень мерцают. Вы сами видите. И опять, к сожалению, камера не передает весь этот блеск. Все это мерцание, вернее. Не блеск, а мерцание. Но это кристальные стразы на окне. И, как вы видите, хотя это квадратная выкладка. Квадратные стразы. Я добавила круглые на окно кристальные стразы. И ничего, нормально, все получилось. Даже не видно, что это круглые стразы. Так что подходят круглые стразы в квадратные выкладки. Ну и следующая у меня серия картин, посвященная моим украинским подписчикам. Они все сделаны в голубо-желтых тонах. Показать свою солидарность с украинским народом. Это алмазная мозаика. Совместный проект был. Голуби мира. Я пыталась... Я очень много сделала замен. Это были только эти... Пластиковые стразы. Я очень много мерцающих добавила. И пыталась добавить голубые и желтые оттенки. И это 40 на 50 сантиметров. Называется желтое платье. Также вот оттенки желтые и синие. То, как выглядит оформленное. Это Дева Мария. Тоже вот так получилось, что фон, видите, в украинских цветах. Как украинский флаг. Голубо-желтый. Тоже это вышивка крестиком. Тоже голубо-желтый получилось. Но это не я делала. Я купила ее. Это кристальная мозаика. Она только кристальными стразами выкладывается. Купила я ее от американского производителя. И что я сделала? Я абсолютно заменила фон на голубой. Он был белый. А я заменила на голубые эйби стразы. И солнце тоже я старалась там делать только голубые, желтые и немножечко там красненьких оттенков. И все. И она ушла моей украинской подруге. Я дала ее моей украинской подруге. Это бабочки, по-моему, из Алиэкспресса или из Амазона. Я также их выполнила все в голубо-синих тонах. И отдала своим украинским друзьям. Здесь которых у меня очень тесно. Италия народные стразами. ну и последнее это набор от российско-украинской компании волшебство бисером это по фотографии был заказ у из моего детства это бисерная работа вышивалась на пустой конве была такая открытка в детстве я отослала девочкам вконтакте группа была сейчас меня там нет пропутинская помойка я удалила оттуда свои данные все свой профиль но эти девочки еще остались в фейсбуке вот так что можно через них там заказ делать и вот я отправила им картину картинку и они янока ян янока касаткин разработала схему девочки подобрали бисер и вот вот такая красота получилась прислали мне укрпочтой и вот дошла за неделю представляете за неделю с украины дошла и вот я сделала ее и мне очень нравится как получилось на этом все спасибо вам большое за внимание надеюсь вам понравилось это видео моей картины если опять вам нужно более подробная информация каждой из них заходите на мой а плейлист и оставлю ссылку видео и выбирайте там ту работу которая вам понравилась смотрите видео и ссылка на продавца будет внизу под видео ну если только я не купил его физическом магазине на этом все счастливы ребят